МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На всемирную выставку в Астану французская делегация привезла лучшие стартапы и инновации в области чистых источников энергии. Тут и экологичный город, и транспорт, и возобновляемая энергия. Итальянцы постарались не отстать от географических соседей. Тема альтернативных ресурсов для них невероятно близка. Ни нефтью, ни газом она не богата. Больше 25% энергии на Апеннинах производят сегодня за счет возобновляемых источников, обеспечивая лидерство страны в Европе. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о достижениях Франции и Италии в развитии возобновляемой энергетики. Редактор субтитров А.Семкин Франция получила один из самых больших павильонов площадью 1084 квадратных метра и вошла в тройку самых крупных площадок. На двух этажах расположились семь залов, посвященных достижениям страны в области чистой энергии. Франция одной из первых подтвердила свое участие на Экспо. Это было весной 2015 года. Буквально сразу же мы начали думать над концепцией павильона. Была проделана большая работа. Для Франции участие в Экспо очень важно. Это созвучно с политикой страны. Вы знаете о подписанной в Париже климатической конвенции. Кроме того, мы хотим показать все ноу-хау и достижения наших предприятий. И больших, и маленьких. А также привлечь партнеров. В павильоне Франции раскинулся целый технологичный эко-город. Лучшие французские компании в области возобновляемой энергетики представили свои последние разработки. К примеру, эко-мобиль Peugeot Quartz. Эта модель основана на гибридном моторе, работающем как на топливе, так и на электричестве. В целом, павильон представил три основные экспертные области. Эко-город, возобновляемая электроэнергия и экологический транспорт. Франция знаменита не только своими технологиями, но и культурными традициями. Поэтому семь высокотехнологичных отсеков соединены галереями, где представлены предметы искусства, связанные с выдающимися деятелями Франции, внесшими вклад в развитие мировой цивилизации. На экспо представлен громкий проект международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, пуск которого намечен на 2025 год. В случае успеха человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии, который полностью заменит газ, нефть и уголь. Проектирование реактора в настоящее время полностью завершено. Местом для строительства выбран исследовательский центр «Кадараш» на юге Франции, в 60 километрах от Марселя. Это будет первая масштабная попытка использовать для получения электроэнергии термоядерную реакцию, происходящую в частности на Солнце. По сложности проект сравним с большим адронным коллайдером. Установка реактора включает в себя более 10 миллионов конструктивных элементов, например, чтобы произвести количество энергии, которую мы получаем от использования 10 тысяч тонн угля, нам понадобится всего 775 грамм доэтерия, изотопа водорода. 15% от общего объема потребления энергии во Франции получают из возобновляемых источников. Сила воды у французов стоит на первом месте. Гидроэнергии уделяют почти 70%. На втором – энергия ветра. Почти 19%. Ну и завершает эту линейку зеленых технологий энергия солнечного света. Ей отведено пока только 7%. Франция славится своими ветряными парками и считается второй страной с наиболее развитой системой ветряных электростанций в Европе. Энергию в стране получают даже из мусора. Например, в 2012 году из отходов произведено 8,5 тераватт в час тепла. Я скажу так. Экспо – уникальная площадка. Тема энергии будущего очень выигрышная. Вдобавок, очень хорошая организация. Впечатляет и павильон Казахстана. Это настоящий футуристический павильон. Впечатляет и павильон Казахстана. Италия затратила 3 миллиона евро, чтобы представить свою страну на экспорт. Павильон разделен на 4 секции. Каждая посвящена отдельной теме и носит имя одного из итальянских ученых, оставивших след в энергетике. Занимался оформлением павильона Паоло Дезидерри. В Казахстане это имя уже известно. Несколько лет назад архитектор участвовал в строительстве столичного театра «Астана-опера». Мы приехали в Астану уже с большим опытом работы на выставках. Как вы знаете, Экспо-2015 проходила в Милане. В нашем павильоне в Астане встречается история с искусством, которые являются ресурсом энергии. Павильон дал возможность гостям увидеть самых великих мыслителей и исследователей Италии. Самая главная площадь посвящена Леонардо да Винчи, Алессандро Вольта, Энрико Ферми и Антонио Починоти. Данный маршрут проходит через 4 главные площади нашего павильона, где будет сопровождаться аудиовизуальным контентом. На Экспо в Астане представлены сразу 15 провинций Италии. Каждая из них провела свою тематическую неделю. К примеру, Венета привезла муранское стекло, Тоска на керамику, а Лацио с главным городом Римом показала модели древних развалин. Кроме того, регионы страны разработали сотни перспективных проектов, направленных на новые способы получения энергии. В основу концепции павильона заложен ответ на вопрос, что такое энергия и для чего она служит. И мы предложили каждому посетителю прийти, исследовать и найти ее. Мы хотим сказать, что продолжается процесс истощения ископаемых источников энергии. И темпы истощения этих ресурсов ускоряются. Хотя 80% спроса к 2030 году будет удовлетворяться все же за счет ископаемого топлива. Необходимость развития альтернативной энергии становится все более очевидной. При этом важно понимать, что экономить энергию нужно уже сейчас. Италия занимает четвертое место в рейтинге крупнейших потребителей электроэнергии в Европе после Германии, Франции и Великобритании. Страна не располагает крупными запасами нефти или газа, поэтому ставка на альтернативную энергию полностью оправдана. К 2030 году итальянцы хотят довести долю возобновляемых источников в общей энергосистеме страны до 50%. Зеленая энергетика – один из наших приоритетов. Мы стараемся увеличить настолько, насколько это возможно, использование альтернативных источников энергии, сделав их доступными по цене. Итальянские технологии в этой области считаются передовыми в мире, и куда бы ни отправлялись наши бизнес-миссии, они везде пользуются спросом. Казахстан предоставил нам замечательную площадку, где мы можем налаживать сотрудничество и рассказывать о своих результатах развития в области возобновляемой энергетики. По данным ОПЕК, к 2030 году спрос на энергию возрастет на 40%. Основными причинами увеличения потребления станут рост численности населения и социальный прогресс. Италия и Франция уже пересмотрели свои взгляды на развитие энергетики. Страны призывают бережнее относиться к окружающему миру и по-особенному любить солнце, ветер и воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok